у нас сегодня всем здравствуйте продолжение разговора про сети в линукс я долго решался на то о чем мы сегодня будем говорить вот решился на бесчеловечный эксперимент на людях ну как известно нет ничего более гуманного чем эксперименты на гоминидах частности на гуманоидах и на людях вот а именно мы с вами будем разбираться в подсистеме мышц сетевых экранов линуксовый который называется in of tables из которой я реально начал разбираться на прошлой лекции то есть вот под системы которая называется и петель был с я работаю уже наверное не первый десяток лет а вот in of tables пользоваться не приходилось просто потому что вообще говоря хватало и петель вот я давно уже не отменю больших серверов и команда и птебус у меня на пальцах однако все тут вокруг активно переходит на nft босс и мне тоже пора вот мы с вами сегодня и будем переходить вот через это выйдет не представляю давайте сначала поговорим немножко бла-бла тем более что межсетевые экраны эта тема очень обросшие они же firewall и обросшие всякими легендами и таким внезапно кончающимся пониманием вот но для начала происхождение термина firewall значит вместо нерусского термина firewall предлагается использовать русский термин брандмауэр вот он же он же межсетевой экран и то и другое это не первые два термина firewall и брандмауэр означают на одно и то же это такие стенки при плотной застройки городской которые препятствуют проникновению огня вот а в действительности термин межсетевой экран гораздо более соответствует тому что происходит когда вы используете firewall вот это некий программно-аппаратный комплекс иногда и аппаратный тоже вот но как правило программный который позволяет вам обрабатывать сетевой трафик на каком-то из уровней что мы уже все проходили всех всех пяти ну естественно значит до обрабатывать как ограничивать его каким-то образом фильтровать выбрасывать ненужное уменьшать управлять объемом допустимым вот это все перенаправлять то есть принимать решение о том куда пойдут соответствующие пакеты на основании каких-то вполне произвольных правил на основании анализа трафика например преобразовывать то есть менять содержимое трафика в соответствии с какими-то вашими целями типичный пример преобразования трафика это нетворк адрес транслейшн над который мы уже делали несколько раз разными способами и до какой-то степени учитывать да в принципе в задачу firewall не входит биллинг то есть такой победный учет трафика с целью потом выставить счет но понятное дело что если ваша задача как-то воздействовать на трафик то одним из элементов такого воздействия безусловно является анализ статистики и вот то бишь того что было учтено значит перенаправление ограничения преобразования и учет трафика вот такие четыре пересекающиеся разумеется но в общем немножко разные цели у нас есть у меж сетевого экрана обратите внимание что под словом трафик имеется в виду какой-то сетевой какая-то сетевая активность на повторяю произвольном уровне правда надо сказать что некоторые из этих уровней мы рассматривать не будем а некоторые не успели вот значит ну в первую очередь мы не будем рассматривать ничего связанное с непосредственно физическим уровнем потому что там темный лес что это за железяки которые что-то делают на физическом уровне да еще и кастомное мне честно не неведомо что там происходит с проводами поэтому мы это место просто опусти интерфейсный уровень то бишь уровень link level да там где у нас круг говоря простыми словами и зернеты появляются а также бриджи вот в ланы вот это вот все бонды вот на этом уровне меж сетевой трафик отлично можно фильтровать и в линук существует несколько инструментов довольно старый инструмент которым я пользовался называется ethernet bridge tables я не рискнул это слово прочесть по-русски вслух целиком поэтому скорее будет ethernet bridge вот я из соображений погреть сообщение от алекс очень смешное здравствуйте как работает firewall знаете это самое вы слышали как будет петрович да вот это примерно то же самое как работает firewall как работает трактор примерно так да так вот значит открыл эту страничку исключение исключительно для того чтобы погреть свои собственные через эту упоминаюсь я внезапно совершенно я случайно это обнаружил я не являюсь автором этой статьи вот но я ее правил да значит на самом деле абсолютно бессмысленность станичка на википедии лучше открывать какую-нибудь английскую английской нету еще смешнее польская есть вот значит ethernet bridge tables это сейчас будет страшно и довольно старый проект как видите который позволяет давайте посмотрим позволяет 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 в формате кстати очень похожим на epi tables позволяет управлять именно именно тем как работают ваши бриджи то есть как ходят по ним как ходят по ним фреймы без залезания на верхнем уровне хотя конечно же конечно же поскольку к вам пришел фрейм вы всегда можете подглядеть какой у него был айпи адрес какой у него был заголовок арп и так дальше и так далее то есть в принципе на уровне ethernet bridge вы конечно же можете подглядеть в то что написано внутри вашего фрейма но например на уровень на уровень транспортный да там подглядеть параметры tcp соединения вы конечно не будете до назначение firewall of уровня 2 уровня интерфейсного в том чтобы каким-то образом смотреть на то какие конкретно сетевые карточки в вашей системе присутствуют вот и на основании этого делать некоторые ну например простейший способ такой авторизации для жадных берете вай-фай вот делать его открытым чтобы пароль никому не рассказывать но в с помощью firewall уровня link level запрещаете коннекции к вашему вай-фай точнее прохождение пакетов у всех устройств кроме тех маг адреса которых вы заранее вбили довольно типичная ситуация например для домашнего домашнего вай-фая когда вы ну вам лень рассказывать пароли или вы как ну короче говоря вот но в принципе как мы уже с вами говорили поскольку функция межсетевых экранов это ограничение преобразования перенаправление учет все вот это умеет из аренды чтейбл все вот это умеет nf tables по которых мы сегодня поговорим вот что-то я не туда сослался давайте попробуем вот так вот найти вот бирж фильтринг он называется а я неправильно сослался здесь сейчас посмотрим да здесь надо было поставить вот такую фигуринку я поставил вот такую вот то есть инструмент с которым мы сегодня познакомимся умеет работать в том числе и на уровне link level просто мы наверное не успеем в него потыкать потому что у нас будет все происходить медленно и печально ибо я сам в общем новичок в этом теме вот но если вдруг останется время можем попробовать зафильтрить мак-адрес например с помощью основной объект изучения так сказать около теоретического и вообще такого про который можно рассказать что-то осмысленное это конечно межсетевые экраны сетевого и транспортного уровня обычно обычно сетевой транспортный уровень в таких конструкциях объединяется потому что они и в жизнь то в общем очень сильно связаны вот но главное не в этом а главное в том что когда мы говорим про трафик уже измеряемый него фреймах а в айпи пакетах да там разумеется хотим в этом да альфик и например выискивать отдельные потоки данных то есть отдельные и соединение людей по программам или там ай собственно последовательность да то есть когда мы говорим про и бим мы конечно же говорим не только про четко уровень сетевое но и про уровень транспортный про уровень потоков и наоборот когда мы говорим при тебе соединения мы разумеется говорим не про то какие там на не знаю сконшел на mer бегут Хотя и про это тоже. А в первую очередь, про какие IP-шники идет речь, кому можно давать IP-соединение, кому нельзя давать IP-соединение, кому временно ограничить. То есть уровень сетевой и транспортный, как правило, имеют общие задачи по межсетевому экранированию. И поэтому инструменты межсетевого экранирования обычно объединяют эти два уровня. На диаграмме работы NF-Tables они вообще оба объединены в один зелененький уровень под названием IP-Layer. Опять-таки, в Linux на свете существует довольно много программных firewalls, в том числе свободных. Я предпочитал, когда был админом, firewall из операционной системы OpenBSD, который потом спортировали во FreeBSD под названием PF. Он самый человек-любивый и удобный для чтения и написания. Но в Linux такого всего не было. Там ядро свое, IP-стек тоже свой, поэтому там долгое время существовали всевозможные способы этого самого firewalls. И наиболее такой, наиболее заслуженный и вот тот самый инструмент, который я более-менее знаю наизусть, ну как наизусть, на пальцах у меня есть немножко. Это, конечно, IP-Tables. IP-Tables, значит, это такой способ обработки пакетов, в котором заранее предусмотрены несколько разных, как это сказать, путей, по которым этот пакет проходит через нашу систему. И на путях прохождения пакета через нашу систему навешиваются соответствующие правила, которые, собственно, с этим пакетом делают то, что обычно с пакетом делает firewall. Ограничивает, перенаправляет, преобразует, учитывает. Путь следования пакетов в систему, вот тут он нарисован в этом самом, в IP-Tables, в общем, стандартный. И совершенно такой же путь следования пакетов в систему, в случае, если мы работаем на уровне транспортном и сетевом, используется и в NF-Tables тоже. Вот. Главное отличие IP-Tables, как с точки зрения пользователя, это формат задания самих правил. В случае NF-Tables мы задаем правило как синтаксическую конструкцию декларативную. Мы описываем, что куда идет, что куда не идет, какие ограничения, какой тип и так далее. В случае IP-Tables мы задаем правило, мы с вами помним. Вот довольно здоровый мануал. Давайте посмотрим. Вот, кстати, еще один. Этот самый PacketFlow. Давайте посмотрим, как оно все-таки задается. Дорогая, покажи мне, пожалуйста, командочку хоть какую-нибудь. Командочку покажи. Не покажут они мне командочку. Ну, да, в общем, не важно. Мы с вами помним, как задаются правила IP-Tables, потому что мы сами их делали в простейшем варианте, когда делали Network Address Translation. Давайте вспомним это. Вот. Да. Ну-ка. Во. Сейчас. Похоже, что не здесь. Давайте попробуем еще раз. О. Вот. Значит, к сожалению, правила IP-Tables все задаются, как если бы вы дергали их из командной строки. Собственно, по-другому можно только с помощью программ, ну, API, соответствующую ядерную, это делать. Вот. То есть вы указываете через пробельчик все те сущности, вне зависимости от их, как это сказать, синтаксической, синтаксической роли. Просто через пробельчик указываете их команде. Вот. Это первое главное отличие, которое, ради которого надо с IP-Tables мне завязывать и переходить на F-Tables, потому что вот такой конфиг, конечно, намного красивее и читаемее, чем то же самое через пробельчик без скобочек. Вот это все. Вот. Второе отличие для пользователя IP-Tables от NF-Tables стоит в том, что IP-Tables, NF-Tables, это вообще говоря, стоит, это вообще говорят, интерпретатор. То есть правила, которые вы задаете, компилируются в некоторый байт-код, и этот байт-код исполняется. В случае IP-Tables это просто некая настройка предданных, написанных на C, кусков кода и модулей в ядре. Соответственно, для того, чтобы написать какую-то логику на IP-Tables, вам надо написать модуль ядра на C, а чтобы написать какую-то логику на NF-Tables, разумеется, в очень ограниченных пределах. Но довольно часто достаточно воспользоваться возможностями этого самого псевдекода, вот, и писать эту логику на нем. Далеко не все, конечно, можно это сделать, потому что, разумеется, разработчики NF-Tables первым делом задумались о безопасности того, что они делают, чтобы нельзя было написать такой код на NF-Tables, или который сам по себе приведет к выносу мозга у ядра, или специальный хитро-собранный пакет, или последовательность пакетов приведет к выносу мозга у ядра. Но, кстати, все равно такие уязвимости иногда находят. Вот, значит, NF-Tables. Тут Андерсон Сильва спрашивает, помогают ли межсетевые экраны защищать от DDoS-атак. Ответ вас не то чтобы удивит, он совершенно очевидный. Смотрите, что такое DDoS? ДДОС – это Distributed Denial of Service. Что такое DDoS? Это Denial of Service. Denial of Service – это такая атака, при которой вы делаете что-то, чтобы конкретная служба на вашей машине перестала работать. При этом речь идет не о том, что вы как-то взломали мозг машине и там просто передали ей какие-то страшные данные и от этого все упало. Вернее, не только об этом, но и, например, об какой-то массированной атаке со стороны пользователя, такой флут, то что называется, когда некий хост в интернете начинает поливать вас какими-то гигабайтами и вам от этого становится плохо. Так вот, от атак вида прислал страшный пакет с известным паттерном и этот пакет привел Windows в негодность. Или прислал миллиард пакетов и система не смогла их обработать от атак такого вида, файрволы, разумеется, спасают. Потому что ровно для этого они придуманы. Мы сегодня даже будем такое правило, если успеем писать. Оно несложно. А вот distributed denial of service – это совсем другая тема. Представьте себе ферму ботов где-нибудь в Калифорнии, просто потому что в Калифорнии самый крупный дата-центр или кто у нас еще прославился на эту тему. Польша, Китай, еще забыл кто-то. Раньше Армения была, но сейчас почему-то нет. Ферму ботов, которая управляет тысячами, а может быть даже десятками или сотнями тысяч зараженных машин с самими ботами. И вот эти десятки тысяч машин одновременно начинают ломиться на ваш сервис с целью сделать ему DDoS. Единственное, что может сделать ваш файрвол – это просто ограничить входной трафик, чтобы ваша машина не задохнулась. Но поскольку таких псевдоабонентов, которые, собственно, досят вас, сотни тысяч, мы не можем взять и всех их положить в черный список. Они вообще одноразовые. Бот один раз чихнул, другой раз чихнул и, в общем, передал эстафету другому боту. Поэтому от Distributed DDoS Attack, локально установленный в конкретном месте файрвол, помогает так себе. А нужны целые хитрые системы раннего отслеживания, массированного блокирования огромного числа этих самых ботов, причем, понятное дело, желательно, чтобы у вас была информация про то, ну, короче говоря, боты же не только ни одного вас ломают. Вот как работают большие компании, которые DDoS атаки отражают. Чем больше у них клиентов, тем удобнее им, потому что они нашли ботовую активность по отношению к одному клиенту. И тут же обновили свои таблицы, чтобы другие клиенты тоже от этого бота не страдали. То есть в случае Distributed DDoS Attack, файрвол должен быть а, глобализован на как можно больше тех, кто досит, и б, распределен на предмет того, что вот эти данные о том, кого не пускать через файрвол, должны очень быстро, динамически обновляться. Сложная, сложная задача, некоторые мои выпускники работают именно в этих областях. Значит, да, вот, развели меня на поговорить. И так мы и примеры не успеем разобрать, осторожнее, пожалуйста. Значит, предлагаю не пугаться этой картинки, потому что в этой картинке на самом деле нас интересует только зелененькая часть. Давайте ее рассмотрим внимательно. Мы не рассматриваем вообще сегодня, мы же сетевые экраны на прикладном уровне, значит, потому что это абсолютная бесконечность. Понятное дело, что просто межсетевой экран на просто прикладном уровне – это бессмысленно, ибо все, что мы можем сделать по ограничению, перенаправлению, преобразованию и учету, зависит от того протокола, который, собственно, мы ограничиваем, перенаправляем, преобразуем и учитываем. То есть, грубо говоря, межсетевых экранов столько, сколько протоколов. Одно время было модно термин firewall 1, который означал межсетевой экран, который разбирается в всяких хттпшных штуках, вот, но с введением шифрования все это сошло, с введением хттпш все это сошло на некоторые нет или, по крайней мере, несколько маргинализировалось. Вот, опять-таки, под определение межсетевого экрана прикладного уровня попадает вообще любое издевательство над любым протоколом, ну, не знаю, родительский контроль, или там антиспам, или Роскомнадзор. Вот это все как раз и есть, значит, межсетевой экран прикладного уровня, потому что на уровне приложений, что-то так, в смысле, на уровне того протокола, о котором идет речь, что-то такое там, значит, межсетевой экране. Помимо, значит, уровня прикладного, про который NF-тблс вообще ничего не знает, кроме того, что там существует приложение, которое хотят получать трафик и отправлять трафик, есть еще уровень, как я уже сказал, интерфейсный, и в него NF-тблс тоже умеет, а есть еще отдельно, смотрите, уровень РП. Почему? Ну, потому что РП – это же межуровневый протокол, это протокол преобразования адресов. Он работает сразу и с IP, и с MAC-адресами, если это Ethernet, вот, и на нем совершенно другие задачи. Помните, что мы объединили уровень сетевой и уровень транспорта, потому что там задачи одинаковые. Так вот, на нем совершенно другие задачи, сильные, отличные задачи бриджевания и, в общем, отличные задачи, межуровневого экранирования уровня IP. Ну, такой-нибудь прокси РП вот туда входит в это место. Помните, прокси РП? Вот. Такое вот, такое вот разделение. Это разделение на самом деле позволяет нам на эту картинку не смотреть, а смотреть вот на эту картинку, что куда более, куда более просто и понятно. Смотрите. Кстати сказать, эта же картинка верна, как я уже говорил, и для IP-Tables. Если вам придется по ходу работы разбираться не с NF-Tables, а с IP-Tables, имейте в виду, что они очень похожи, за исключением того, что... Да, уже говорил, вы просто чуть позже пришли. Они очень похожи вот в этом плане. Вот эта схема вообще один в один. Вот. Они очень похожи, за исключением того, что у IP-Tables нет динамики, если вы только сами модуль не напишете с этой динамикой, да, а NF-Tables это интерпретатор некоторого байт-кода. И, значит, три вещи. Второе – это конфиги, которые у NF-Tables имеют человеческий вид. Вот. И третье – это... Третье – это в IP-Tables есть довольно много некоторых штук по умолчанию, скажем, цепочки по умолчанию, таблицы по умолчанию. И документация про все это в IP-Tables немножко выносит мозг, потому что она написана разработчиком, а не пользователем. Вот. То есть там описано, как с точки зрения разработчики выглядят внутри IP-Tables, а не так, как с точки зрения пользователя выглядит. Вот. Эту беду, вот эту самую перемешивание того, что называется цепочкой, того, что называется таблица, NF-Tables унаследовали, но поскольку там нет ничего заранее прибитого гвоздиками, то разобраться в этом проще. Итак, сначала Flow. Пакет приходит в нашу систему откуда-то. И первым делом он попадает на контрольную точку, они называются Hooks в терминологии NF-Tables. Кстати сказать, почему-то те же самые контрольные точки, но на уровне Bridge называются Bridge, в смысле на уровне LL2, а на уровне RRP почему-то опять называются Hook. Кто так придумал, я не знаю, но в общем это на его совесть. Итак, контрольная точка. Контрольная точка называется Pre-Routing. Pre-Routing означает, что мы пакет только что получили. Вот. Он попал в наш CPI-PST, и мы еще не приняли решение, собственно, что с ним делать дальше, куда его перенаправлять, наш он или не наш, если не наш, то на какой интерфейс и так далее. Стадия Pre-Routing. На этой стадии, как правило, преобразуются все входящие пакеты без разбора, например, какой-нибудь в Pre-Routing делается что destination NAT, да, когда мы подменяем адрес получателя во всех входных пакетах, ну и так далее. Дальше. Беленьким обозначена точка, которую выполняет не NF-Tables, а наш CPI-PST. Дальше CPI-PST принимает решение, что делать с этим пакетом. Если этот пакет локальный, то бишь предназначен нашему машину, он идет по одному пути. Если он предназначен для пересылки, он идет по другому пути. То есть, мы работаем, значит, в этот момент у нас получается, что мы работаем форвардером, маршрутизатором. Вот. Принимается решение, куда именно форвардить наш пакет, соответственно, на какой из интерфейсов. И, соответственно, мы снова попадаем в одну из контрольных точек, в зависимости от того, локальный был этот пакет, то есть предназначался нам или нет. Если пакет предназначался нам, попадаем в контрольную точку под названием input, вот, где пакет снова обрабатывается NF Tables, после чего он отдается тому приложению, которое, собственно, заказало весь этот Jazz. Если пакет предназначался не нам, и мы вообще работаем маршрутизатором, то есть IP Forward у нас включен, то мы, пакет попадает в NF Tables, в контрольную точку forward, и там, значит, происходит какая-то работа с этим пакетом. Если пакет, сделаем здесь паузу, если пакет был отправлен приложением, то сначала, разумеется, выясняется, а куда, то есть принимается решение о маршрутизации, вот, после чего такой свежепредназначенный для отправления пакет, уже смаршрутизированный, обрабатывается специальной контрольной точкой, которая называется Outputs. Вот. Ну и, наконец, и смаршрутизированные, то есть пересланные пакеты и отправленные пакеты нами попадают на контрольную точку post-routing, в которой, собственно, пакеты обрабатываются на предмет последнего с ними, так сказать, окончательно уже с ними разобраться непосредственно перед тем, как они покинут TCP и стек. Именно в post-routing у нас происходит, например, source nothing, так, когда мы подменяем адрес отправителя на тот, который есть на внешнем интерфейсе. Вот такой флоу. Что происходит в контрольных точках? В контрольных точках происходит последовательный вызов некоторых цепочек правил, ну, то есть, допустим, для обработки пакета нужно применить три каких-то правила. Значит, у нас есть цепочка правил, вот они тут указаны в виде таких tapestry, да, гибелена. Вот, значит, эта цепочка правил пакет обрабатывает, и если она не приняла решение этот пакет выбросить или еще что-то с ним сделать, мы возвращаемся обратно в контрольную точку, выбираем следующую по паритету цепочку правил, снова обрабатываем, ну, и так прыгаем туда-сюда, зашли в цепочку, вышли, зашли, вышли, зашли, вышли. Вот такие цепочки, привязанные к контрольным точкам, называются Base, Chains и Basic, базовые. А еще бывают непривязанные цепочки, в которых мы сами что-то делаем, и чтобы в них попасть, мы непосредственно из какой-то базовой цепочки должны впрыгнуть и выпрыгнуть. Вот. Когда контрольная точка пройдена, и пакет все еще жив, он отправляется дальше по нашему Flow в соответствующую, на следующую контрольную точку. Вот. Таким образом у нас получается, что правила Firewall, NFTable состоят из правил, из правил, объединяются в цепочки последовательные, вот, которую последовательно обрабатывает пакет. Эти цепочки развешиваются по контрольным точкам, они называются Hooks, да, развешиваются на крючочке в процессе обработки пакета и вызываются последовательно, и вызываются друг за другом в порядке приоритета. Мы обязаны указать у базовой цепочки, мы обязаны указать, какой у нее приоритет, чтобы она висела в нужном месте. Если у нас есть цепочки, которые мы написали сами, никуда не привесили, мы обязаны, не обязаны совершенно, но если мы хотим им воспользоваться, мы можем впрыгнуть туда. Как правильно замечает ZIGZAG, в силу того, что Flow у IPTables и NFTables одинаковый, а синтаксические конфиди NFTables более существенно, более богатые, чем у IPTables, одно в другое можно конвертировать, у нас в виртуалочках прям стоят эти самые конвертаторы, так что если кто-то знает одно, не знает другое, можно попробовать это сделать, можно даже попробовать сейчас это сделать, давайте попробуем. Значит, он будет SRV. Я не знаю, говорил ли я, я тут дописал этот самый свой скрипт в VB Connect, чтобы он еще и запускал соответствующий сервер, соответствующую виртуалку, чтобы вообще не делать старт VM каждый раз, а он сам его запускает. Вот. Предложение от ZIGZAG было попробовать сконвертировать правила IPTables в правила NFTables, сейчас попробуем это сделать. Тег. Для этого мы берем вот такую штуку, да, это наш правило IPTables, и говорим IPTables translate. Простите, забыл волшебную команду. Да не сэр. Трансвейд. Да ладно тебе. Был аргумент. Че, че, че? Сейчас, секундочку. Что-то у меня. Че? Да нет, все нормально. Почему мне не работает? Ну ладно. Че, говорит, не хочет? какой-то у него другой help а понятно как так вышло что он неправильно работает вот ты гублю ага еще надо 4 не врубился нет все равно все равно как-то по-глупому работает ну ладно бог с ним корр слова питомец надо убрать а еще слова интерфейс этаж 1 елки ваши моталки фу ну вот причем обратите внимание что это трансляция не конфигов как таковых а трансляция команды api tables в команду nft с помощью которой мы эти самые конфиги можем модифицировать если мы вот такой сейчас напишем то в действительности конфиг будет выглядеть по-другому кстати давайте попробуем это же но сочи файл директоре говорит а у нас нет таблички надо сначала создать табличку да ну давайте тогда вернемся к описанию как видите недостаточно этого правила нам нужна табличка над он говорит такой нет он говорит но но сочи файл директор на в действительности речь идет о том это речь идет об отсутствует таблице в которой мы собираемся добавлять цепочку и здесь нас выносят вот в эту вечную тему линуксовых firewall of таблицы versus цепочки это как это это невозможно до конца понять просто живите с этим значит идея стоит в следующем вот у нас есть в наш флоу вот у нас к каждой контрольной точке привешены базовой цепочки через которые проходят через которые проходят наш пакет или он там исчезает или мы переходим на другие цепочки но в общем идея такая так вот таблица таблица это некоторые из этих цепочек взяты из разных мест разного типа цепочек у цепочки есть еще тип объединенные по принципу данная цепочка решает некоторую задачу вот в этой к в этом конфиге который мы с вами смотрели вот в этом задается табличка под названием значит табличка типа айпи то бишь в айпи в 4 под названием делай маскарад название любое в этой табличке заводится цепочка делай этот самый ну короче неважно как называется постмаск вот а в этой цепочки эта цепочка имеет тип над то есть она занимается трансляцией цепочки бывают трех типов либо над преобразование либо фильтр фильтрации либо роут при направлении вот эта цепочка имеет тип над вешается она на крючок пост роутинг вот сюда эта цепочка имеет некоторую некоторую приоритет вот это число и сорцинат это просто число такое для удобства чтобы вы не запоминали какой там номер был вот и говорили у нас сейчас будет source над вот у этого этого source надо у всей цепочки приоритет сорцинат еще для цепочки надо указать полисе полисе цепочки это то же самое что полисе в петербург мы говорим что будет с нашим пакетом если он дойдет до конца цепочки если пакет дошел до конца цепочки и полисе у нас акция то это значит что пакет продолжает обрабатываться следующий следующий цепочек в контрольной точке или приходит на стучку только если у нас поликсе и дежек или дроп я уже был там по мы такой такой то пакет который не обработался ни одним правилом в цепочке выбрасывается данном случае полисе акция то есть как работает вся эта карта вся эта вся эта машинерия мы создаем таблицу мы создаем в этой таблице цепочку вот эта цепочка привешена к крючку под названием post routing имеет такой приоритет имеет полисе акция по умолчанию и в этой цепочке собственно одно единственное правило которое говорит что если у нас исходный пакет имел вот такой source адрес обратите внимание адрес можно указывать в виде множества то бишь диапазона адресов а нет соврал это не множество это просто такой тип данных адрес вместе с сетевой маской то тогда мы выполняем операцию маскарад на дне для того чтобы сделать то же самое руками нам нужно смысле из командной строки с помощью утилиты nft нам нужно сначала создать тейбл назовем его да ну над тинг вот вот умолчанию кстати видите тейбл тоже типа и пик да значит напоминаю что это вот это разделение вот от айпи бридж рп аппликейшн я не не помню как они называются но главное что по умолчанию она зелененькая то бишь типа и вот и теперь в этот самый на тинг сейчас мы добавим в неё тинг 0 на всякий случай так нет это хук пост русинг но канатинг чёрт давайте смотреть документацию я чё-то не понимаю значит табличку добавили да табличка называлась на тинг давайте посмотрим документацию как дальше с ним обходиться вот значит пока мы смотрим документацию я сразу скажу о куда мы будем все время лазать мы будем лазать на вики сообщества arch linux сообщества arch linux славится своим скрупулезным подходом к документированию вот очень неплохое русскоязычное сообщество и вот тут видите вот мы прям сюда будем ходить прям а все время семейство таблицы цепочка вот я хотел так и сделать нфт цепочку то не добавил от чейн чейн айпи таблица называется на тинг цепочка называется post routing да мы и мы так хотели вот а и вот туда мы сейчас добавим тадам вот 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 как выглядит задание задание соответствующего правила из командной строки это сейчас будем еще делать кстати сейчас мы все это за флаж и мы сделаем это по-человечески вот как были выглядят задание соответствующей структурки из командной строки до создали таблицу создали цепочку внутри таблицы заполнили цепочку вот но конечно же гораздо удобнее взять вот эту вот и вот это вот прямо отдать нашему нфт в качестве конфиг файл собственно так обычно все и делают как видите это гораздо удобнее читать как уже мы говорили чем последовательно вот такие страшные команды и в общем более понятно что происходит единственное чего я еще раз хочу повторить цепочка это собственно функциональный элемент функциональный элемент нашей нашего нашей нашего фаервола потому что она вызывается а таблица и это группирующий элемент нашего фаервола и таблицы как цепочки объединенных таблицы могут лежать в очень разных местах в очень разных местах просто таблица это то что решает некоторую задачу если например мы захотим еще как-нибудь пофильтровать выходную выходной пакет который заначивался да мы например можем добавить сюда еще цепочку который будет привержена совершенно другому ходу кстати какой здесь хук похоже здесь хук нет здесь хука это еще работать не будет он ни к чему не привешен да да надо было сказать ей это у нас цепочка получилось не базовая а свободная она ни к чему не привешена так делать не надо вот надо делать вот так окей а как сменить тип цепочки давайте посмотрим ну в общем примерно вы поняли что происходит давайте мы все-таки добьемся результата и пойдем дальше давайте сделаем нфт флаж сделаем от ты был а вот от цепочку давайте посмотрим да нам нужно добавить не простую цепочку а с базовую отлично так и сделаем чейн а дальше мы должны описать описать что собственно в ней происходит type тип type type у нас над хук у нас пук у нас пост роутинг приорите ассорт санат какой-нибудь дать же при улите ресурсы над еще раз повторяю это просто чиселка чиселка такое вот но еще и полисе акцент чего я сделал не так при улите что я сделал не так инвалид приорит экспрессион он как-то не сердце над должен быть дать посмотрим как сердце над а из цены на арт ага вижу спасибо вот пожалуйста значит обратите внимание что я сейчас сделал я два раза вызвал команды нфт от у нас получилось ай да шо ж такой-то от тейбл от чей еще раз от чей вот можно да зигзаг говорит что модифицирует цепочку можно за ним число ну вот вот стал уже и мы добавляем это самая роли от руля сейчас дать кончу от руля вот вот уже более более правильная штука я так думаю что даже она совсем хороша за исключением того что вот сюда бы нам я бы бы добавил вот такой вот фильтр да хотя так тоже должно работать так тоже должно вот мы с вами даже немножко потренировались в задании правил но конечно же повторяю вот это правило положить файл из этого файла его прочитать гораздо удобнее чем вот упражняться с командной строкой да тем более что как вы видите еще одно отличие между нэвт и был замаги тэблсом что конфиги apple и на файллсо достаточно многословный то есть вот одно правило вида одно правило где она там была одно правило вот такого вида вот вот такого до превратилась в достаточно подробное описание того что должно происходить вот такого про флоу я уже рассказывал значит про то как цепочки обрабатываются рассказывал в принципе вы можете взять и вместо прыжка на цепочку вместо прыжка на цепочку вместо jump and link сделать просто джамп и тогда вы начнете обрабатывать пакет в одной цепочке а закончить в другой если вы туда перепрыгали пакет можно выбросить пакет может выброситься сам если у вас полисе дробь или reject ну короче много чего может с ним произойти но в принципе все происходит это примерно так да свал свободную цепочку вы должны сами перейти базовой цепочки привешены к хуком важная штука in the tables это развесистая типизация данных ну во-первых скалярные типы данных не такие уж простые как мы с вами видели есть тип данных например айпи адрес с маской то есть это означает что при сравнении подобного рода конструкции будет проверяться значит там например наличие ну принадлежность айпи адреса вот этому вот этой спецификации и и ну и так далее да вообще типов данных в типов данных в войну в тэбл довольно много вот 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 их прям вот время тип интерфейса типы зернета ну короче черта про вот это типы данных сами данные могут объединяться в структуры прикольные структур данных еще больше в в тэблс дело в том что поскольку и не в тэблс это автокод ну смысле не автокод но какой-то какой-то псевдокод это значит что мы можем обрабатывать эти структурки данных это значит что можем сейчас понаписать кучу всяких алгоритмов встроенных которые с ними работает что собственно авторами в тэблс и делают до сих пор что бывает нужно фаерволинге множество в первую очередь умножить опять адресов диапазонами когда вы например хотите заблоклистить заблоклистить целую огромную пачку адресов при этом поиск по этим множеством разумеется логарифмический потому что они упорядочены там 500 множество бывает со всевозможными свойствами например вы можете сказать что элемент из этого множества выбывает по таймалту через некоторое время он оттуда выбывает это очень удобно для временной блокировки если успеем сегодня попробую это сделать словаре словаре это штуки когда вы что-нибудь во что портите например если вы хотите делать простейшую простейшая картинка destination над да у destination нато должны быть пары да какой порт и какой адрес вот эти пары задаются как раз словарем словаре опять таки хороши тем что у по ним логарифмическая сложность поиска и в ситуации когда вам нужно обрабатывать какую-то огромную картинку а какая огромная картинка где у нас в каких в каких конструкциях у нас используются структуры типа что-то преобразуется во что-то парочка типа ключ значений в первую очередь в нетворка адрес translation до каждое соединение которое мы можем идентифицировать как таковое тси пи или там а 7 пишны с серийным номером или юдп с портом каждое соединение идентифицировать как пара идентификатор соединения которое было и идентификатор соединение которое нужно сделать во что его преобразовывать вот таких над конструкции в коннекшен треки может быть овер дофига и они как раз моделируются этими самыми словарями то бишь маппингами да и поиск по ним происходит быстро типичные картины что еще интереснее есть такая штука как словари вердиктов значит смотрите вердикт собственно что мы можем сделать с нашим пакетом команда пакета значит сейчас дать посмотрим вот акцент дробь там return джамп чейнгу тучейн еще есть q это очень интересная штука q это значит пакет передается в этом месте придается но на обработку прикладному уровню допустим вы написали приложение которое адово анализирует сетевой трафик ну не знаю тебя и делает это приложение работает долго тебя это а 2 долгая штука для того чтобы пытаться засунуть его в ядро это приложение чтобы она значит завешивал ваша писток до тех пор пока она не обработает этот самый ваш не сделать этот теперь выделать по-другому вы приложение пишите в юзер спейси ставите пакет на обработку этому приложению в очередь и ваш файрон забывает про этот пакет до тех пор про пока приложение его не вернет в обработанном виде то есть есть просто специальная для общения сын и в тему которая позволяет закрепить пакет туда на прикладную уровень а потом через какое-то время скажем через целую секунду получить обратный ответ ну и дальше ним что-то делать вот такая вот удобная штука да так вот эти вердикты тоже могут объединяться в словаре то есть смотрите вот если это был протокол tcp то пойдем туда если это был протокол tcp то пойдем другое место если я 7 питу в третье место вот по той же самой причине вот этих мест может быть довольно как происходит собственно сопоставление нам пора переходить на примерчики как собственно происходит сопоставление да что такое правило правило состоит из шаблона который следует свойства пакета и если эти свойства удовлетворены значит правило применяется и возможного возможного правило по изменению свойств пакета вот как в случае нато до эти правила применяются в случае если шаблон применил и возможно вердикту в конце если нам нужно изменить еще и последовательность обработки пакета допустим его за акцептить или выбросить или перепрыгать другую в другой в другую цепочку и так дальше вот давайте посмотрим прав ли я ну мне кажется я правильно сказал рулись мне интересует просто рулись о правило чин семей стаблицы почка да вот для разных по понятно тут нет примера общего правила для разных правил мывают разные поля потому что понятно правило типа допустим фильтр ничего не модифицирует в пакете поэтому там нету вот значит ну что что еще интересного можно сказать прежде чем начать очень практически делать давайте мы еще посмотрим на так называемый хендлы обратите внимание что у нас все правила размечены вне все строчки конфига размечены все функциональные строчки конфига размечены номерами этих самых хэндл к сожалению эти номера хэндлов динамические понятное дело потому что можем динамически менять эти конфиги вот но как минимум можно подсмотреть подсмотреть какой номер хэндл у какого правила и при при добавлении очередного правила указывать позицию в которой он будет добавлен в данном случае мы взяли взяли цепочку и добавили правила после хэндла номер восемь вот она появилась хэндл у него номер десять после довольно долгого выживания долгого выживания руками таблицы nftables эти хендлы все перемешаются но после того как мы их задампим и раздампим обратно они все будут уже последовательные это хорошо все давайте мы поставшиеся полчаса посвятим тупежу и настройки нашего firewall для начала воспроизведем воспроизведем ситуацию из прошлой лекции помните там был а 2 страшный конфиг мы его сейчас редуцируем до а 2 не страшного конфига вот прям вот сделаем вот так вот скопи пастим то что был на прошлой лекции то бишь настроим условно выход в интернет и внутреннюю сеть так давайте еще раз за флашем наш рули сет чтобы никто не пострадал вот значит напоминаю что мы настроили внешний интернет и внутреннюю сеть внешний интернет мы настроили таким образом чтобы там еще и маршрутизация туда шла вот по умолчанию а еще мы настроили айпи форвардинг и маскарайзинг и айпи форвардинг это довольно простая штука это наличие флага в ядре а вот маскарайзинг если вы помните в прошлый раз привел привел нас в буйное изумление потому что потому что нфт лист рублей сет нам выдал вот это давайте разбираться в этой штуке мы не все из этого будем понимать но я постараюсь объяснить объяснить что происходит как я понимаю вот это все безобразие давайте мы значит сделаем нфт о слушайте давайте мы вот что сделаем давайте мы еще монажа интернет работает только у нас нету этого днс а а вот и для нас можно руками вот давайте мы знаете что сделаем короче раскраску сейчас сделала так гита у нас нет на машинке гита у нас нет на машинке тогда сделаем по-другому тогда мы сделаем здесь вот гит клон какой-нибудь гит клон какой-нибудь а здесь сделаем срц срц именно ты был звездочка . да ладно почему 10 0 2 2 не есть надо он прорюхался что я сделал неправильно без срц я прям в коренью ладно тебе ну ты должен знать мой пароль что это было о ну ка ну ка это будет желтком а мне нужен не руль красотей до return этот примерно то же самое димка и димка спрашивают что такое среди вердиктов что такое return сейчас найдем вердикты вот return это примерно то же самое что акцент но или то же самое что режет в зависимости от полисе это значит выйти из данного правила с вердиктом по умолчанию акценты такси а return это ну выйти а там как получится какой у вас у правило у цепочки дефолт полиса такой и получится вот значит давайте пытаемся разобраться с этой с этим всем с этим всем безобразием значит это у нас множество множество в котором описано что в нем есть элементы из диапазона 10 1 1 0 24 то есть все все элементы все адреса из вот такого диапазона множество описано множество оставим его пока но не страшно и это словарь в котором написано что произвольный протокол произвольный протокол уровня айпи будет преобразован в айпи в 4 с этой стороны любой айпи айпи протокол порт любое пи превращается в айпи в 4 это такой словарь который нужен для того чтобы делать преобразование всего трафика в айпи в 4 внутри вот это мы сейчас все будем выбрасывать на каком основании вот этот вот этот вот эту пачку правил сгенерировал наш наш это какого фамилия нетворк д но он увидел что у нас есть только айпи в 4 протокол это значит что если придет а пиво 6 пакет то если мы хотим что-то найти то в него дальше прообразовать надо поменять айпи в 4 на пиво 6 перетранслировать и вот для этой причине для этой для этого он сделал где-то тут будет слово днат вот она да для этой для этой цели он сделал два днатных правила одно в случае при ротинг другой в случае output которые подменяют подменяют вот такую парочку вот эта точка это конкантинация да то есть какой-то транспортный протокол . хедер транспортного протокола с таким то портом вот эта конструкция означает вот эта конструкция означает буквально следующее любой протокол транспортного уровня это у тцп и дп там айпи в 6 7 пион транспортный содержащий транспорт хедер а именно destination порт все это матится на вот вот таким вот образом короче вся вот этом да соответственно это при ротинг преобразование преобразование в случае свежеполученного пакета а это когда этот пакет получен от локальной машины то есть от алпута нет это пакет когда мы пытаемся этот пакет переслать тоже самый фильм короче все это нам не нужно это какие-то попытки преобразовывать api в 4 в api в 6 мы их смело игнорируем вот пробуем запустить пробуем запустить это правило во-первых во первых просто запустить так nft минус f не рули а давайте проверим что она работает давайте мысль заведем новый хвост присоединенный к тому же нет нету а значит давайте пока она там работает посмотрим что мы еще не сделали а все мы сделали у нас есть ротер у нас есть мышцы нато по умолчанию у нас все есть чуть теоретически вот такая штука уже сейчас должна работать единственно днс опять руками придется настраивать нет у нас дхцп сервера не стартовал не стартовал давайте все настроим руками значит айпи роут от нет нет не этот дефолт а нет не ровно айпи аддер от 1012 роут от 1011 а а сет ап вот ну давайте еще и сделаем и самый резон в конф да а я забыл ну хорошо сервер 8888 да вот так днс отработал опинку выру не идет хорошо о смотрите все работает мало того что она работает мы можем даже посмотреть контракер минус l вон они наши пинги пинги dns и все на месте вот обратите внимание что все это хранится в большой таблице 20 несколько по-другому работает хотя вот такая вот такая вот машинария мы должен даже сказать но они пока живут да вот так все меньше и меньше все больше да давайте давайте присоединимся куда-нибудь с нашего клиента нет крат я точку ру 80 вот он подсоединился давайте посмотрим что работает над но над работает на самом деле над работает на самом деле сейчас мы его поди себе данным вот но он работает я у вас уверяю сейчас вот сюда надо да видите он говорит что он а я забыл минус n сказать ну короче он эти пакет воспринимает как исходящий от себя дубль два вот как пакет исходящий от 10 0 2 15 хотя в действительности они исходят от 10 1 1 2 ну короче все понятно все работает вот давайте посмотрим как это дальше можно упростить мне кажется что совершенно не обязательно эту таблицу явно а явно объявлять это это множество явно объявлять объявлять как таковое вот можно вместо множество подставить сюда просто просто айпи адрес есть у меня такой грязненькой подозреница что вот так тоже будет работать зачем здесь сделано множество наверное для того чтобы можно было в этом но что включать сразу все сразу все входные интерфейсы я не торожь логике этого самого да и зачем здесь вот цена от плюс один я тоже не знаю мне кажется вполне нормально будет есть не душу вот так пик пробуем сделаем флаж делаем минус f это самое не рулены в т да это посмотрим что получится во первых лист рульсет да во второй давайте посмотрим продолжает ли все работать вот нам яндекс ответил дать пинг посмотрим и пинг работает питер изрут работает отлично все работает прям вот хоть это самое да давайте посмотрим что он что он нам на контраке на контраке вот прям целый вагон тело и тут тебе обращение к тут тебе обращение кстати не отвеченные в количестве к этому самому о чем так много анрип лайт непонятно а это пинге этот рисунок этот рисунок который не прошел у него пакет ушел и не вернулся вот он поэтому они работают рисунок вообще так шумит мы знаем что он по три пакета на каждый на каждый хоп вот смотрите тут зигзаг замечает что у нас то написано слово у нас то в в нашем файле написано слово айпи и слова айпи это значит айпи вы 4 а если написать и нет то тогда будет и айпи 4 и айпи вы 6 вот я намеренно упростил до вот такой конструкции потому что у нас айпи в 6 так вышло в этом семестре просто нету вот а зато нам не придется каждый раз писать то есть можно писать явно название протокола а не писать мета l4 адр вот этого l4 про то но вот это вот все да не писать мета протокол чуть чуть более читаемая вместо того чтобы указать указывать целое класс протоколов через ключ мета мы указываем конкретный протокол у нас осталось 10 минут на то чтобы побаловаться с побаловаться с арчом точнее с рекомендация торчал маскарадинг мы уже сделали ну вот на самом деле надо было еще а их name сказать да иначе нам маскарадить будет все на всех давайте сделаем айф-нейм этаж ноль да только этаж ноль кажется в кавычках пробуем ошибок нету трейс рут работает отлично по моему все хорошо значит дам проброс портов это все понятно с побросом портов может быть успеем сделаем динамической блокировка органичение скорости передачи так давайте сначала динамической блокировка она короче значит что такое дико динамической блокировка и это две вещи первое мы создаем множество в которой будем помещать адреса неугодных нам абонентов это множество будет динамическая с тайм-аутом и тайм-аут будет тайм-аут будет тайм-аут будет а тайм-аут и будут у всех разные это мы потом укажем размер этого множества 64 килобайта вот это множество опять рису в этом множество api адресов мы будем добавлять всех тех кто input на входе а но это название чайна так который на к на входе будет делать что tcp соединение на какой-то порт добавляем метр счетчик который называется флуд размером вот столько-то и этот счетчик срабатывает этот метр до срабатывает когда адрес отправителя за 10 секунд превышает когда с адреса отправителя соединение на destination под 43 превышает 10 штук в секунду количество соединений шикарно и в этом случае это продолжение строки мы добавляем его в множество его адрес отправителя на одну минуту а потом в этом же правиле в этой же цепочке говорим что если у нас извините человек находится опять опять рис находится в черном списке мы его просто выбрасываем так давайте попробуем попробуем все это скопи пастить вот и модифицировать на наши на наши на наши это клиент модифицировать к нашим этим самым правилам только нашему ситуацию так но для начала конечно мы должны сделать так вот что такое ct я не знаю ну давайте поищем в документации ct конечно трекинг естественно конечно трекинг порт но скажем ты хоть 443 неважно 1 2 3 4 до 2 в секунду добавляем его ну скажем не на одну минуту а на 10 секунд включение что это все да значит множество такое кстати это более сложное правило можно было упростить но упрощать мы не будем димка димка спрашивает почему правило с друг не первое потому что если модуль будет 1 то мы все будем а на самом деле без разницы но вдруг мы сначала добавим его а потом друг ним чтобы дропался по превышению лимиту сразу а не по после того как он еще раз его привык вот вот и все поэтому она не первое так значит еще раз что у нас получается у нас получается табличка который есть множество проштрафившихся есть цепочка а как на нее переходить я не понимаю как в эту цепочку мне как в эту цепочку мне войти мне кажется она работать не будет потому что он нам нужно сначала включить enough tables это с это свободная цепочка видите она не имеет привязки к хуку и похоже ребята арчеводы привязывают их к хуку по умолчанию вот к тому сейчас мы покажу вот чему-то такому да окей а чё делать будем так она работать короче не будет я можно проверить конечно но но нет вот что нам нужно сделать да или так или прихукать ее кстати можно просто прихукать прихукать соответствующую цепочку не надо джамп зачем нам джамп на самом деле надо не так надо было делать надо было сделать вот так вот это у нас какой она вот так мне кажется надо сделать этого будет достаточно вот нам но нам нужно цепочку прихукать к какому-нибудь крючку иначе в нее никто дали либо надо джампать как говорит зигзаг зигзаг явно с этим разбирался вот но мне кажется вот так будет нормально давайте попробуем за флашится давайте попробуем прочитать прочитался вот что это какой порт порт раз два три четыре давайте мы попробуем попробуем отсюда это 10 пишный порт да что там у нас 10 111 раз два три четыре дэнс чем мы там хотим посчитать каунтер да ну тут сейчас ничего не будет естественно а нам нужно нам нужно посчитать сам каунтер лист nft лист митя вот нет ща вот это вот я уже не умею к сожалению ну хорошо давайте попробуем сначала скопипастить из арча и просто посмотреть на сейчас там будет пусто естественно да там будет пусто а мы сейчас должны должны нас память о пожалуйста вот мы на спаме ли на спаме ли нас на спаме ли несколько раз больше чем два раза в секунду попытались присоединиться к разу три четвертому порту на сервере и на 10 секунд попали в вот а попали зависли мы тут видите вот разве если у нас наконец нам пришел режет вот вот пожалуйста значит взаимодействие логики работы авто этого самого байт кода и не в тейблс и у ее табличек да значит давайте еще раз посмотрим на правило вот правило стоит в том что мы заводим специальный каунтер который отсматривает канал connection треки а именно установление tcp соединения на порт 1 2 3 4 и в случае если таких соединений больше чем 2 в секунду за 10 секунд он добавляет нас в соответствующий блэк лист на 10 секунд тоже на другой 10 секунд вот и все все такие что то такие участники этого блэк листа дропаются вот вот мы уже сколько там пакетс 8 8 раз нас залистили вот как видите все достаточно просто значит что я еще хотел сегодня показать на чем собственно мы за остановимся потому что время уже вышло давайте почитаем план если в плане что то такое ограничение скорости передачи ограничение скорости передачи давайте мы поглядим она довольно сложно выглядит давайте мы поглядим если мы можем его упростить тогда мы это сделаем а вот лимитрейт ну короче смотрите в действительности у нас времени уже не осталось я постараюсь в конспекте лекции придумать простые примеры вот упростить потому что здесь это пример из реальной жизни на самом деле вот значит времени у нас уже не осталось на самом деле ключевая ключевая строчка это вот здесь да рейд 15 минут кстати это не скорость передачи извините это стоит нею это количество подключения а вот elected тоже не дало� néc что я здесь не вижу скорости передачи вы знаете это количество прицель подключений в секунду это количество пакетов в секунду пингом в секунду и от количества пингом секунды это не скорость передачи это плохой перевод так что нет скорость передачи мы с вами не сможем ограничить по крайней мере по методичке из арча что еще бывает интересного но всякие такие вот дат лист какой-нибудь простейший дропить кого-нибудь кто не хочет работа какого не хотите видеть поставить их туда ну короче говоря все это достаточно просто мы с этим можем разобраться если поэкспериментируем хорошо тогда наверное мы оставим в таком виде в котором есть по крайней мере мы достаточно хитрое правило разобрали в котором используется таблица и счетчик вот чего еще не сказал я не сказал такую вещь которая про сказал кажется они не говорил что вокруг низкоуровневых собственно firewall of довольно часто делают высокоуровневые настройки предназначенные для оперативного изменения конфигурации ну например радхатский проект firewall d который позволяет пользователю печь как винде такое-то приложение пошло вон хочет выйти в интернет разрешать или не разрешать да и вы говорите разрешать такой оплетик вешает вот понятное дело что все это делается средствами на в ты был но и понятное дело что в случае линукса это ну такое редко нужная штука ну за исключением ну не знаю там вы скачали какой-нибудь бинарник под линукс запустили его хотя в последнее время это часто бывает вот а вот например еще один проект очень интересного называется шоуровал это проект планирование сети то есть это такой инструмент который позволяет запланировать сеть а вот я не знаю что такое краудсек краудсек юрити видимо это проект который позволяет запланировать топологию сети и нагенерить конфигурационные файлы отвечающие этой топологии вот не буду даже туда заглядывать потому что у нас время уже вышло совсем погуглю лучше что такое краудсек который нам тут советуют советует зигзаг вот что-то адская нет не очень адская и бауз ага понятно да краудсек эта штука это ответ на вопрос как можно всем миром противодействовать дедосу подключайтесь вот к этой сети и когда дедос начнется на 1 у всех остальных будет время подготовиться как можно от как можно отправлять ответный пакет в интерфейс через который пришел запрос зависит от этого самого вот протокола обычно так и бывает я не понимаю вопроса димка димка задал вопрос про ответный пакет я не понимаю про что он спрашивает если димка димка вы спрашиваете про то что если запрос пришел а мы его хотим порежетить но именно порежетить именно послать обратной simp со словами там access denied или что-нибудь такое для этого существует реакция которая называется reject вердикт под названием reject кстати вы тут нету значит нужно вот тогда не знаю в этом самом был вот а если вы говорите про то что надо как-то сообразно тому прикладному протоколу самому сгенерить ответный пакет то нет это делать это делает соответствующий прикладной протокол ну или там если этой simp значит кусочка 7p в вашем ядре да поэтому я не знаю как ответить на этот вопрос дайте попробуем слово reject и на этом все-таки закончим да нет а вот нет все правильно есть есть такой вердикт reject просто он не может быть почему-то не вставлен в список вердиктов вот reject это значит что будет пакет путь будет не выбрасываться из фейерова а вашему абоненту будет посылаться конкретная simp ответ типа хост анрич был или что-то такое вот если вы хотите бороться с досом конечно же никакого режим это делать не надо надо просто молча дропить эти пакеты не хватало еще вам на трафик отвечать трафиком а если вы хотите проинформировать вашего абонента что ему проинформировать вашего абонента что мы что-то запрещено или что он перебрал лимит или еще что-то такое используйте используйте значит используйте режим значит дим димку димку интересует почему запрос приходит через vpn интерфейс ответ уходит в дефолтный маршрут потому что у вас неправильно настроена маршрутизация и это все проще настраивайте маршрутизацию так чтобы чтобы вот эти петельки не было вот а ну да маркира и маркировать можно да пожалуйста делать и делайте марк и на основе марка делайте все так но для этого вам нужно догадаться что в данном tc в данном в данном коннекшен в данном данном connection в данном коннекшен вам нужно потрекать данный коннекшен и кстати если коннекшен по трекан то у вас по моему автоматом он пойдет в ту сторону в которую можно но теперь я понял ваш вопрос ответа не знаю я знаю что это можно сделать это привязка к конкретному connection трекер вот просто я правда не знаю как это делать тем более средствами на стебус который я в общем только вместе с вами изучать так еще вопросы если если я на них смогу ответить но видимо не смогу да и время уже вышло тогда всего доброго я не знаю вернемся ли мы к на в тейбл с тем очень интересная меня она заинтересовала но у нас есть еще целая большая тема туннелирование проксирование в пн и мне кажется про нее тоже стоит рассказать поэтому видимо в следующий раз у нас они вот на чем собственно спасибо и до новых встреч